Я вообще не думаю, что это имеет по-серьезному отношение, намерение имеет по-серьезному отношение к внешней политике, а не культуре. Это некая логика транзита власти, логика реакции власти по чиновникам бывшего правительства, не только чиновникам, а иногда и родственникам, иногда и бизнесменам, и вообще, и точно по символам. И это логика внутриполитических некоторых перипетий, которые в данном случае влияют на внешнюю политику. Второе, что я думаю, что это недостаточная рассчитанность шагов. Понятно, что некоторые шаги делаются из хозяйства внутренней политики, но, судя по всему, даже в неформальной сфере не были достаточно извещены партнеры, с ними недостаточно проводилась консультация, объяснение и согласование и так далее. А такого рода вещи требуют такого рода консультации, потому что речь в данном случае, я даже имею в виду не столько бывшего президента, сколько главу ОДКБ. ОДКБ – это государственная организация, Россия в этой организации занимает центральное место. Функционирование этой организации, оно чрезвычайно важно для России и для Армении. И что в России будут болезненно восприниматься такого рода вещи, можно было понимать заранее. Судя по всему, это понимание, если и было, то оно было недостаточно отыграно, не говоря уже о других членах этой организации. Понятно, что 1 марта – это чрезвычайно болезненное для армянских дискуссий явление, оно недорасследовано реально, оно было теггером в том числе и тех событий, которые происходили при передаче власти, при массовых протестах в апреле и так далее. И отыгрывать это в общем власти должны были каким-то образом, и таким образом произошло перемещение некоторых эмоциональных дискуссий из сферы митинговой, сферы политической. Ну и четвертое и последнее – это собственно смена власти. При изменении, при транзите власти от одних людей к другим наступают ситуации, в которых есть риски, которые связаны просто с тем, что новые люди не вполне четко могут рассчитывать ситуацию. Внутри страны им практически ничего не противостоит, или мало чего противостоит, или они понимают, как с этим справляться. А вот вне страны могут быть различные реакции, и понимание это может быть не вполне. Очень непростой ситуации сейчас российские власти, потому что в Армении пришли люди, которые настроены к России очень хорошо, и Никол Пашинян, его команда, но они не очень понятны российской власти. Российская власть в течение 20 лет привыкла к тому, что во власти в Армении были люди, которые присмыкались перед русскими. И Россия не виновата. Россия привыкла, что эти люди готовы на все. На все готовы ради сохранить власть. И сейчас очень сложно, я понимаю Россию, сейчас очень сложно понять, что творится в Армении. Пришли власти, которые разбираться, хотят разобраться. Пришли власти, которые сейчас хотят отозвать Хачатурова, который армянской номенклатурой, по армянской номенклатуре был назначен генеральным секретарем. Вы знаете, ротационная система стала работать, Армения первая предложила свою кандидатуру, бывшие власти Хачатурова, теперь Армения же имеет право начать процедуру отзыва. И Россия, это очень удивительно. Поэтому и Россия тоже должна поработать, и наши власти должны поработать обязательно, это мой совет нашим властям, обязательно какие-то вопросы обоговаривать заранее, до того, как вы объявляете, что назад отзываете Хачатурова, то есть мы тоже должны начать. А Россия должна поработать в том, что новые околепные власти, которые не обязательно решают вопросы со столом, в обсуждениях и так далее, и так далее, а используют свои суверенные права. Это очень важно, что новые власти готовы работать, будут работать, но они будут работать как нормальные, присмыкаться не будут. А Россия ради Хачатурова, конечно, не стоит, портит отношения с армянской народом. Это никому не нужно. После того, как в Армении сменилась власть, старая ушла, формировалось новое правительство, именно официальные российские лица каких-то жестких оценок, или мягко жестких, скажем так, не давали. Что Москву может в этой ситуации волновать? Не личная судьба того или иного лидера, а то, как будет формироваться внутренняя и внешняя политика Армении, потому что это страна союзника, это особо важная страна для России в Кавказском регионе. И то, что волнует Москву, это то, что новая власть пытается, вот так сказать, революционным таким кавалерийским наскоком разрывать все отношения со старой властью и тем самым нарушить принцип преемства. Это в перспективе довольно опасная штука. Москва считала, что процесс смены власти будет осуществляться вот таким аккуратным путем. Они очень такими жесткими кавалерийскими атаками. Глава Клаврова не увидел какого-то вмешательства во внутренние дела. Он же не говорил, вы вот выпустите кочеря, или вы там того министра замените на этот. Он говорил о некой озабученности. Если эту озабученность снять, в том числе и какими-то, может быть, необязательно, публичными форматами. Вот эти моменты нужно задействовать, а не пытаться в публичном пространстве углублять проблемы и какие-то ресталища такие организовывать не на пользу армейцам. Есть антироссийские настроения в Армении. Есть антиармянские настроения в России. Есть различного типа логики, различного типа дискурсий. К этому надо привыкать и с этим нужно работать. Если мы будем руководствоваться... Мы, мы армяне, а не мы политологи. Будем руководствоваться не правами, на что мы имеем право, и вот этими эмоциональными дискурсами. Не будем хотеть просто соответствовать тем несусветным ожиданиям, которые есть в обществе. А исходить из обычного транзакционизма, то есть из интересов, из политиков, которые нужно проводить, со столь не самым маловажным наших соседов, как России, то ведь кости перелогают. Я согласен с моим товарищем и всем, и здесь говорящим, и с Сергеем, в том, что да, более должны быть прозрачные отношения, должны быть больше согласований, но когда я говорю слово «присмыкать», я очень конкретные вещи в договорах имею в виду. Я полностью согласен, что у нас МИД должен работать более адекватно, более внимательно, потому что совсем не обязательно сразу делать какие-то заявления. Да, мы правильно делаем, что Ацивай, правильно делаем, что Ацивай, он не должен представлять Армению в ОДКБ. И не может представлять не потому, что он плохой или хороший, а потому что новая власть. ОДКБ – важная организация для Армении. Новая власть и новая власть должна представить своего представителя в ОДКБ, а более точно не своего представителя, а генеральным секретарем, потому что, вы знаете, наша ротация, наше это время, до 2020 года, это все нормально, но это надо делать, я бы сказал так, более грамотно, обсуждая с российской стороны. Я не согласен, что почему был ответ на таком уровне. Я считаю, что это должен был быть тоже на самом высоком уровне, так сказать, МИДовском, министра иностранных дел, потому что Россия дружественная для нас, страна, при всех наших замечаниях к ней и так далее. Поэтому я призываю наш МИД, наш МИД использовать все дипломатические каналы, не сразу делать заявления, а до заявления согласовывать с партнерами, ОДКБ – международная организация, там наши партнеры, у нас могут быть претензии, но согласовывать с ними, то есть заранее предупредить. И есть такое понятное «нота», это письма, которые пишут официальные МИДы. Написать письмо не обязательно сразу делать заявление. Поэтому по поводу уровня ответа, я считаю, конечно, ответ должен быть на уровне министра, обязательно должен быть доброжелательный, не включающий в себя никаких элементов противостояния. Что меня лично, как политолога, не то что пугает, настораживает, вызывает вопросы. Это то, что сейчас в некой эйфории не просчитываются шаги на завтра и послезавтра. Почему-то все, кто сейчас занимает такую восторженную пластицию по отношению к новой власти, уверены, что ее популярность завтра будет такой же. Послезавтра будет такой же. Власть сама по себе на будущее создает проблемы. То, что придут ее преемники и скажут, слушайте, да эта власть не легитимна, да эта власть сделала ошибки, да эту власть надо судить. Это будет создавать стабильность внутри армии.